Привет. Сегодня мы поговорим про один хитрый способ, как сделать так, чтобы в вашем проекте код писался в одном стиле. Вы наверняка знаете StyleLint, Prettier и там всякие ESLint и прочие линтеры, которые отвечают за каждый свой отдельный случай. То есть StyleLint за CSS, Prettier за группу языков, ну там много, но не все, ну и так далее, и так далее. То есть есть разные линтеры для разных задач. Но есть одно универсальное решение, которое помогает работать со всеми типами текстовых файлов. Более того, уважать разный стиль написания кода в каждом языке, потому что эти стили могут отличаться. Этот инструмент называется EditorConfig, и мы сегодня про него поговорим. Давайте попробуем понять на практике, как именно это может пригодиться. Откроем код живого проекта, попробуем поредактировать разные файлы, в которых принят немножко разный стиль кода. Давайте, например, откроем какой-нибудь файл, что-то вроде, ну, header.css. И попробуем добавить что-нибудь вроде color. Видите? Я набрал новую строку, и у меня он сразу добавился с отступом. И отступ равен тому, что было до сих пор. Ну, редактор умный, я могу здесь написать, не знаю, там, color tomato, и вот все будет правильно. Если мне захочется, не знаю, куда-нибудь что-нибудь вложить, ну, допустим, вырезать отсюда. Нет, давайте вот так сделаем. Напишем какой-нибудь addMedia, какой-нибудь max with 500 пикселей. Ну, ерунда. И, допустим, я вставлю сюда код, и вот так вот. Видите? Я могу отступ регулировать, и он знает, насколько отступ, в общем-то, сюда добавлять. Да? То есть редактор понимает, какие у меня правила в этом коде. Откуда эти правила вообще берутся? Ну, сходу каждый из вас может сказать, ну, наверное, это настройки редактора, да? Вы взяли свой редактор и настроили, чтобы там было 4 пробела, или там, не знаю, 1 tab, или там 8 пробелов, или еще что-нибудь такое. И в целом это правда. У меня действительно в редакторе есть настройки. Давайте посмотрим. Открываем настройки. Ну, и видим, что да, у меня tab 4 пробела. Собственно, все, все хорошо. И давайте откроем другой файл. Давайте откроем файл, например, package.json. Есть такой файл. И здесь, допустим, мы хотим дать нашему проекту, не знаю, какой-нибудь новый скрипт написать, короче. Мы напишем здесь какой-нибудь скрипт, и здесь напишем echo hello. Ну, и когда запустим, мы получим то самое echo hello. Но обратите внимание, когда я написал новую строку, он тоже поставил все здесь. Ну да, это логично и правильно. Но если вы посмотрите, то отступы в этом файле это два пробела. Раз-два, раз-два, раз-два. То есть, кратное двум. Это почему так? Дело в том, что в package.json просто принято иметь два пробела. Если вы напишите npm init, и ответите на вопрос, он вам сгенерирует как раз файл с двумя пробелами. Если вы поставите какую-нибудь зависимость прямо из консоли, npm, install, save dev, что-нибудь такое, он вам тоже сгенерирует файл с двумя пробелами. И получается, что в формате принято, по крайней мере в package.json, и в json, по-моему, в принципе, еще и в ямле, и в каких-то других форматах принято иметь два пробела. И что? Ну, можно, конечно, настроить свой редактор, чтобы было два пробела, но тогда в вашем проекте-то принято четыре пробела, а то и табы приняты. И вообще, как эту ситуацию разрулить? Не очень понятно, да? Я прямо вижу, как вы пишете комментарии, просто используя два пробела, что ты паришься? Настроил редактор, везде два пробела, два пробела, два пробела. Ну, не совсем так. Бывают языки, бывают форматы, в которых приняты табы, бывают, что приняты четыре пробела. Ну, восемь я еще не видел, один и три тоже, но тем не менее. То есть, бывают случаи, когда у вас в проекте приходится смешивать разные типы отступов. Так что не думайте, что два пробела решает проблему. Нет, жизнь сложнее, как обычно. Ах, если бы можно было договориться, знаете, вот написать где-нибудь в файлах с расширением JSON два пробела, в файлах с расширением, не знаю, INI или YAML тоже два пробела, а в HTML и в CSS четыре пробела, а в каком-нибудь другом файле с другим расширением табы. А есть такой файл. Он называется EditorConfig. Отменим все, что мы здесь накуралетили, сохраним и откроем тот самый EditorConfig. Давайте почитаем, что здесь написано. Смотрите. Во-первых, говорится, что он лежит в корне. Во-вторых, описываются все правила, как видите, по звездочке, для всех типов файлов. И что описано в EditorConfig этого проекта? Во-первых, мы используем пробелы для отступов. Наш отступ равен четырем пробелам. Конец строки у нас LF. Дальше здесь есть настройка, чтобы редактор подрезал концевые пробелы. Смотрите, если я сейчас напишу пробелы, сохраню, видите, он его подрезал. Это настройка редактора, но она обозначается в конфиге. Ну и про финальную строчку. Так уж принято с древних пор. Меня это бесит, ну что поделать. Видите, здесь есть последняя пустая строка. Я ее удаляю, сохраняю, и она добавляется. Это, опять же, настройка редактора, но она определяется в этом конфиге. Ну и кодировка по умолчанию UTF-8. И, внимание, исключения пошли. Это была группа для всех файлов, а это группа с исключениями. Я для файлов звездочка, точка, с расширением JSON, MD и так далее, пишу, что отступы у них два пробела. То есть что происходит? Когда редактор видит этот файл в корне вашего проекта, он такой, ладно, у меня есть свои настройки, но автор этого проекта хочет, чтобы я работал иначе для каждого типа файлов. То есть мы получаем конфиг, который имеет отношение к нашему проекту, к нашим правилам. И вам не нужно менять настройки своего редактора вручную. Вам не нужно каждый раз соображать, где у меня, что у меня. И более того, когда вы отправляете pull request, вы правильно отправляете код по правилам этого проекта. И вам об этом даже думать не нужно. Вам нужно думать всего об одной вещи, чтобы в вашем редакторе стоял плагин, который умеет это делать. Некоторые редакторы умеют обрабатывать editor-config и менять свои настройки на лету по умолчанию. Для некоторых нужен все-таки плагин. Есть такой сайт editor-config.org. Там есть смешной маскот в виде мышки, и расписано, как это все работает. Например, здесь есть несколько хороших примеров. Например, в Python нужно 4 пробела, в make-файле нужны табы, в JS пробелы, ну и так далее, и так далее. В разных файлах разные настройки. И, кроме прочего, здесь еще описаны редакторы, для которых плагин этот, в общем-то, и не нужен. Смотрите, вот в куче всяких редакторов, включая GitHub, GitLab, Bitbucket и так далее, ну и всякие там IntelliJ IDEA, Visual Studio, WebStorm и прочее-прочее, все прекрасно работает. Но для некоторых редакторов плагины все-таки нужны. UpCode, Atom, Brackets, Coda, Notepad, PHPStorm, Sublime Text, Visual Studio Code, та Visual Studio была другая, TextMate, ну и прочее-прочее-прочее. То есть вы можете взять, кликнуть сюда и скачать официальный плагин, ну или неофициальный плагин, в любом случае плагин, который прекрасно заставит все работать. Файл на самом деле очень простой. Вы видите здесь список всех его характеристик, тип отступа, размер отступа, ширина таба, если вы вдруг используете табы, конец строки, кодировка, удалять ли пробелы в конце строки и вставлять ли последнюю строку. Ну и настройка, где лежит, собственно, EditorConfig. Ну, в общем, это простой конфиг, который позволяет договориться в вашем проекте о том, как писать код. К сожалению, мало положить его в корень проекта, ну и заранее расписать, в каких файлах какие отступы и так далее. Еще все-таки нужно убедиться, что он действительно есть у всех, кто разрабатывает этот проект, потому что магии не бывает. Кто-то пишет код в одном редакторе, кто-то в другом редакторе, и одни редакторы следуют настройкам EditorConfig, другие нет. К счастью, есть решения, которые позволяют вам автоматически все это проверять. То есть, можно сказать, линтить. То есть, это ваш конфиг, и какой-то пакет проверяет, сравнивает весь ваш код с этим конфигом и говорит, код соответствует или не соответствует. У меня нет тестов в проекте LP, но зато есть тесты в проекте веб-стандарты. Если пройти в package.json, здесь стоит пакет EditorConfigChecker, который, собственно, все это и проверяет. Вы можете его подставить и потом запускать очень простые тесты. Смотрите, тесты запускают много чего разного, но отдельно есть скрипт EditorConfig, который просто запускает EditorConfigChecker. Вообще без параметров, без всего. Он рекурсивно проходится по всему вашему проекту и проверяет его относительно EditorConfig. Здесь тот же самый EditorConfig, который мы видели в предыдущем примере. И чтобы все это автоматизировать, если вы помните видео про GitHub Action, у меня есть отдельный Action. Смотрите, у меня есть Action EditorConfig, который при pull-requeste или при push-е в главную ветку запускает тесты, 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 когда вот здесь вот ставит зависимости и пишет npm-рам-эдитер-конфиг. То есть у меня все тесты проекта разделены по отдельным под-тестам, экшенам, и отдельный тест запускается именно по EditorConfig. Когда он упал, понятно, в чем проблема. Не нужно разбираться, какой из тестов общего экшена упал. Но это такая мелочь. В общем, главное, что у проекта есть EditorConfig и видно, соответствует он ему или нет. Потому что в Rhythm есть удобный шильдик. Смотрите, если мы откроем репозиторию веб-стандартов, здесь будет в Rhythm зеленый шильдик EditorConfig Passing. Это значит, что мой код соответствует тестам и все в порядке. На самом деле особого смысла вставлять эти шильдики нет. Ну, то есть это удобный шорткат, на них можно повесить ссылку на тот самый экшен или просто говорить, что у меня в проекте все в порядке. В этом тоже есть какой-то уровень хвостовства, потому что так все устроено в pull-request к этому проекту, веб-стандарту, сайтов, что никакой pull-request не пройдет, если EditorConfig не проходит. Поэтому и шильдики вешать нет смысла, потому что в мастере, ну, точно, код, который проходит. Но это просто такая вещь. Мы думаем об этом, мы это показываем, и у нас все в порядке. В этом что-то есть, правда? Я вам чуть раньше показывал, что EditorConfig поддерживает еще и GitHub, GitLab, ну, и подобные сервисы для хостинга кода и всякой работы рядом с ним. А еще я раньше говорил, что я раньше использовал табы, а потом перешел на пробелы. И вот в этом месте очень интересно можно показать, как именно EditorConfig работает на GitHub и зачем он там вообще нужен. Давайте посмотрим. Есть старая тема для шовера, называется Bright. Я ее потом переделал в Material. И там еще используют табы. Давайте посмотрим в EditorConfig. Здесь написано indent style tab. И все, больше ничего особо не прописано. Давайте посмотрим, как выглядят файлы, если посмотреть их здесь. Допустим, заходим в Package.json и видим, что здесь, ну да, два пробела, все нормально, как и принято, как и нужно. Заходим в Index.html и видим... Ой, смотрите, что. Мы видим здесь табы длиной 8 символов. То есть мы прописали EditorConfig, мы сделали все правильно, но мы не прописали, какая длина у табов. То есть если бы мы здесь, в EditorConfig, написали бы indent style tab, а потом же написали бы indent size, и, допустим, 2, 4 и так далее, GitHub бы все правильно отрендерил. Вот каким образом помогает вам иметь EditorConfig на GitHub, не только в вашем редакторе. Ну и если в вашем проекте вы хотите что-нибудь отредактировать прямо на GitHub, ему тоже будет проще. Допустим, вы можете зайти в Index.html, нажать «Редактировать», и он использует это все по умолчанию. Видите, табы, 8 пробелов, ну и так далее. Это просто настройка по умолчанию для табов, и вы сможете адекватно пользоваться редактором на GitHub. То есть GitHub — это не только место для хранения, но это еще удобный интерфейс для редактирования. Если вам нужно сделать это на лету, это довольно-таки удобно. Чудесный инструмент, правда? Надеюсь, вы полюбите его так же, как я. Убедитесь, что у вас в проекте есть EditorConfig, убедитесь, что ваш редактор либо понимает его, либо поставьте его в расширение, и обязательно автоматизируйте. Очень удобно, когда конфликты возникают не между людьми в проекте, ты поставил не тот перенос, у вас там лишние пробелы, или отступ не тот, а когда проблемы возникают между роботом и человеком. С роботом не поспоришь, правда? Это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первыми увидели мои патроны, поэтому, если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшая сумма в месяц позволит нам быть чуть ближе. Я буду отвечать на ваши вопросы на лайвах гарантированно. Ну и всякие ништяки, розыгрыши, советы и прочее, прочее, прочее. Это все тоже доступно моим патронам. А если вам так нормально, просто оставляйте ваши лайки и дизлайки, подписывайтесь, если еще не подписались, и давайте обсуждать, что вы думаете про editor-config. Может быть, вам достаточно притера, или вы не понимаете, зачем это нужно в проекте, или сами успешно используете, но немножко по-другому. Давайте не будем скатываться в спор табы или пробелы, об этом будет отдельное видео. Просто обсудим очень удобный, хороший инструмент. До следующего видео. Пока.